С 1 февраля проезд маршрутных такси Сергиева Посада подорожает. Стоимость билета будет 37 рублей. В настоящее время проезд по городу на частных маршрутках составляет 35 рублей. К слову, во многих муниципальных образованиях Московской области стоимость проезда на коммерческом транспорте уже 40 рублей и выше. Было проведено совещание с переводчиками, которые у нас в интервью округа работают с коммерческими. Рассматривался изначальная возможность повышения до 40 рублей. Рассмотрев все стороны вопроса, учитывая и псоропоток, и платежеспособность нашего населения, переводчики пошли навстречу и проезд повышают только до 37 рублей на 2 рубля. На социальных маршрутах подорожание произошло в первый день Нового года. Новые тарифы утвердило правительство Московской области. Стоимость проезда в общественном транспорте при безналичной оплате составляет 36 рублей 74 копейки. За наличные деньги билет в автобусе стоит 58 рублей. Разница существенная при безналичной форме оплаты и при наличной. Разница в том, что люди, которые проезжают по безналичной форме оплаты, это банковские карты, напомню, или карта стрелка на сегодняшний день. Там есть накопительная система, поэтому намного выгоднее пассажирам ездить по безналичной форме оплаты. Проезд в общественном транспорте можно оплачивать банковской картой, киви-кошельком или картой стрелка. Чем больше ездить по стрелке, тем больше скидка. Сколько стоит карта стрелка? Стрелка стоит 200 рублей. Сама карточка стоит 80 рублей, на счету 120. Основной пункт продажи карты стрелка – автовокзал. В зале установлено несколько банкоматов, через которые деньги можно перевести без процентов. Система по реализации карт стрелка хорошо отработана за эти годы. Карты стрелка реализуются через кассу автовокзала, непосредственно кассирам при обращении к нему гражданином. Пополнить карту стрелка тоже несложно. Это можно сделать через два терминала, расположенные в зале ожидания, или при обращении непосредственно к кассиру автовокзала. На социальных маршрутах льготы на проезд сохранились, а вот владельцы социальных карт подорожания не заметили. Для них проезд был и остается бесплатным. Полина Иноземцева, Антон Коврежных, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...